Что происходит в Йемене? Агус Чиликал, Уриет, Турция 30 июня 2018 года Гражданская война в Йемене продолжается с 2015 года В эту войну напрямую вмешались Саудовская Аравия и ее союзники По сути борьба за Йемен идет между Саудовской Аравией и Ираном Эти две страны, используя местные силы, своих союзников, пытаются установить контроль над имеющим большое стратегическое значение именам Корни гражданской войны в Йемене восходят к затронувшей эту страну арабской весне и началу массовых беспорядков против режима Алябдал и Салеха Эффекты арабской весны в Йемене не отличались от других арабских стран, таких как Сирия и Ливия В результате протестов, начавшихся в Йемене и переросших в акции насилия, Салех после управления страной в течение 22 лет, при жестком режиме, был вынужден подать в отставку в начале 2012 года Салех, будучи раненым в ходе вооруженного нападения на президентскую резиденцию, покинул свой пост и отправился на лечение в Саудовскую Аравию На смену Салеху пришел его заместитель Абтрабу Мансур Хади А гражданская война в Йемене началась с тех пор, как хуситы, приверженные азиадизму, которые считаются одним из ответвлений шизма И составляющие самое многочисленное меньшинство в стране Подняли восстание на севере Йемена, вступили в столкновение с суннитскими племенами В дальнейшем захватили Йеменскую столицу и установили доминирование на значительной части территории страны Когда хуситы заняли Сану, президент Мансур Хади сначала был посажен под домашний арест, а затем был вынужден бежать в Адин, важный порт на юге страны После того как хуситы попытались захватить Адин, и в пригородах начались столкновения с силами президента Мансура Хади Саудовская Аравия напрямую вмешалась в гражданскую войну в Йемене Масштабное вмешательство Аэр-Рияда, совместно с его союзниками, путем ударов с воздуха предотвратило попадание под контроль хуситов всего имена Но гражданская война между хуситами и силами президента Мансура Хади продолжалась и ожесточалась Сегодня в Йемене существует два правительства – хуситов и президента Мансура Хади Правительство президента Мансура Хади признано международным сообществом и представляет Йемен в ООН Мансура Хади непосредственно поддерживает Саудовская Аравия и ее союзники При этом известно, что за хуситами стоит Иран Саудовская Аравия утверждает, что Иран наряду с политической и финансовой поддержкой долгое время помогает хуситам оружием и боеприпасами, ракетами, которые летят в сторону Саудовской Аравии из районов расположения хуситов, их тоже снабжает Иран Йемен, очевидно, стал важной зоной конфликта в рамках борьбы, которая идет между Саудовской Аравией и Ираном и распространяется на весь Ближний Восток Воздушные силы, сформированные Саудовской Аравией с целью прямого вмешательства в гражданскую войну в Йемене, вносят непосредственный вклад многие арабские страны, такие как Египет, Марокко, Судан, Бахрейн ОАЭ стали еще одной страной региона, которая наряду с Саудовской Аравией больше всех напрямую вмешивается в войну в Йемене США тоже оказывают Саудовской Аравии логистическую поддержку в этой войне Точка, решетка подчеркивания, решетка подчеркивания, подчеркивания, пич, точка, твиттер, точка, чон, слеш, рц, куб, в, 5 и, 9, али, собака, али, слейман, 118, 25 июня 2018 года Иранские болельщики призывают остановить войну в Йемене и Йемен, арабская страна площадью 528 тысяч квадратных километров с населением 27 миллионов человек Йемен не богат нефтью и природным газом, это бедная страна Но географическое положение Йемена, расположенного у входа в Красное море из Индийского океана, придает этой стране большое стратегическое значение, с точки зрения контроля над международными морскими путями Для Саудовской Аравии Йемен, с которым она имеет общую протяженную границу на юге, обладает еще большим значением Очевидно, распространение иранского влияния на этот горный регион, расположенный непосредственно на юге от Саудовской Аравии, Эр-Риат воспринимает в качестве серьезной проблемы безопасности Тот факт, что не так давно силы ОАЭ попытались отнять принадлежащий Йемену остров Сокотра, расположенный у входа в Красное море, к тому же у сил президента Мансура Хади, которого поддерживает Саудовская Аравия, наглядно демонстрирует стратегическое значение Йемена особенно для арабских стран Персидского залива и упрощает понимание причин происходящей сегодня борьбы, конфликта, за Йемен Для Йемена, как и многих других стран арабского мира, характерно расслоение населения Племенное деление страны также играет важную роль в социальной и политической жизни Йемена Известно, что в прошлом это племенное деление было важным фактором в разделении страны на Северный Йемен и Южный Йемен До 1990 года Йемен оставался разделенным на Север и Юг Объединившийся в 1990 году страной до 2012 года управлял режим Али Абдалы Салеха Сегодня это разделенная, смешанная масхабная и племенная структуры имена Основная причина гражданской войны в стране В то время как значительную часть населения составляют сунниты, хуситы-зейдиты, по некоторым оценкам, насчитывают около 25% В то время как война между поддерживаемыми Ираном хуситами и поддерживаемыми Саудовской Аравией, и ее союзниками, суннитскими силами президента Хади не прекращается На юге страны стало набирать силу сепаратистское движение Отмечается, что эти сепаратистские, племенные, силы, нацеленные на повторные отделения юга страны от севера, поддерживаются ОАЭ Гражданская война в Йемене наряду с суннита шиитским расслоением в стране с самого начала послужила поводом для возникновения смешанных союзов, обусловленных внутренней политикой Али Абдала Салех, суннит, который был вынужден покинуть президентский пост в результате порожденных арабской весной беспорядков После возвращения в Йемен из Саудовской Аравии, где он проходил лечение, начал сотрудничать с хуситами И в гражданской войне в Йемене силы Салеха заняли сторону хуситов То, что бывший президент Али Абдала Салех, который, как предполагалось, был близок к Саудовской Аравии, из США, встал на сторону поддерживаемых Ираном хуситов Было истолковано как ситуация, порожденная внутриполитической борьбой В прошлом году Салех был убит хуситами на том основании, что пожелал снова сменить сторону и покинуть Сану В последующий период в гражданскую войну в Йемене вмешались и группы сторонников Аль-Каиды, запрещена в РФ Примечания редакторов, разделения и конфликты в стране приобрели еще более масштабный и ожесточенный характер На самом деле известно, что группы, связанные с Аль-Каидой, проявляли активность в Йемене и раньше, до гражданской войны Гражданская война в Йемене и прямое вмешательство внешних сил в нее вызвали масштабный гуманитарный кризис в стране В Йемене быстро распространились эпидемические заболевания, прежде всего эпидемия холеры Больше всего под воздействием гуманитарного кризиса в Йемене оказались незащищенные слои населения и дети Источники ООН всерьез предупреждают о последствиях, которые этот гуманитарный кризис, имеющий тенденцию к нарастанию из-за войны, будет иметь для населения имена Сигналов к тому, что гражданская война в Йемене скоро подойдет к концу, не наблюдается В настоящий момент военные операции, начатые силами президента Хади, при активной поддержке Саудовской Аравии с воздуха, с целью захватить находящийся в руках хуситов порт Хадейда, ведут к ожесточению гражданской войны и вызывают события, в силу которых гражданское население имена может пострадать от войны еще больше Город Хадейда на берегу Красного моря, важнейший порт, контролируемый хуситами Предполагается, что отсюда в страну поступает значительная часть оружия и боеприпасов для хуситов Если город-порт Хадейда перейдет в руки сил президента Хади, это как создаст серьезную проблему для хуситов, так и приведет к значительному повышению давления на Сану, которое находится в руках этих шиитских сил С другой стороны, ООН и международные гуманитарные организации обращают внимание на то, что порт Хадейда обеспечивает поступление в страну таких необходимых предметов помощи, как продукты и лекарства Распространение столкновений, которые сейчас особенно интенсивны в районе аэропорта города, неизбежно негативно повлияет на работы по оказанию гуманитарной помощи в Емене Международное сообщество все чаще предупреждает, что гуманитарные миссии в Емене, которых и так недостаточно, могут оказаться под угрозой из-за столкновения в районе Хадейда, и положение гражданского населения может еще более ухудшиться Практически реализовать такие предложения, как передача порта Хадейда под контроль ООН и возобновление поступления гуманитарной помощи в страну, представляется крайне сложным в нынешних условиях В ответ на прямое вмешательство Саудовской Аравии в гражданскую войну в Емене Хуситы, в свою очередь, совершают ракетные атаки на Саудовскую Аравию из регионов под их контролем Эти атаки затрагивают даже столицу Эр-Риад Только в начале этой недели саудовские власти заявили об уничтожении двух ракет в небе над Эр-Риадом Официальные лица Саудовской Аравии сообщают, что большинство запущенных хуситами ракет было уничтожено в воздухе Вместе с тем, очевидно, эти ракетные атаки вызывают беспокойство Саудовской Аравии и создают проблему для нее Саудиты, заявляя, что ракеты для этих атак хуситам дает Иран, возлагают на него ответственность за ракетные обстрелы Потеря саудовской коалиции в битве за аэропорт Хадейда совершенно очевидна Гражданская война, идущая сегодня с целью взять под контроль Йемен, является важной частью саудовско-иранского конфликта, который имеет место на всем Ближнем Востоке Конфликт между Эр-Риадом и Тегераном распространился сегодня на многие страны Ближнего Востока Сирия, Ирак, Бахрейн, Ливан – страны арабского мира, где этот конфликт особенно интенсивен, после имена В этих странах, как и в Йемене, шииты составляют значительную часть населения, а в Ираке и Бахрейне – большинство В силу этой ситуации Тегеран и Эр-Риад все чаще обвиняют в использовании этно-религиозного расслоения региона в направлении своих целей во внешней политике С другой стороны, можно видеть, что в конфликт Саудовской Аравии и Ирана, который набирает обороты на Ближнем Востоке, активно включаются Израиль, еще одна региональная сила, и США – глобальная сила США во главе с Трампом могут напрямую взять на прицел Иран, а Россия, несмотря на некоторые проблемы в отношениях с Ираном, продолжит поддерживать его При этом ЕС, который, несмотря на давление и принуждение со стороны Вашингтона, подходит к этому вопросу больше с экономической точки зрения Особо не жаждет занимать какую-либо явную позицию в конфликте Тегеран, Эр-Риад Субтитры создавал DimaTorzok